Дух захватывает. Более 350 горожан пришли в Крещенский сочельник на Качгартинскую курью, чтобы совершить традиционный обряд омовения в ледяной купели. Здесь из года в год оборудуют место для купания, тёплый балок, чтобы переодеться, а за безопасностью православных на протяжении всего праздника следят специальные службы. Ольга Русул продолжит. Праздник Крещения Господня тесно связан с событиями земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтечи. Второе название праздника – Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа. В облике голубя с небес сошёл Святой Дух, и глаз с неба назвал Иисуса Сыном. Ледяная Печора, конечно, не тёплый Иордан, но православные христианина Ринмара твёрдо следуют обычаям. И в Крещенский сочельник устремляются на Качгартинскую курью. На градуснике минус 17 безветренно погода располагает. Однако специалисты и врачи, и священнослужители советуют совершать обряд обдуманно и, главное, на трезвую голову. Главная традиция праздника – Крещение Господня, освящение воды, которое происходит в храмах и на водоёмах. Воду освящают дважды накануне, 18 января, и непосредственно в День Богоявления, 19 января на Божественной Литургии. Песня «Ой, Иорданик, кричащийся Тебе, Господи! Сроческое явися поклонение родителям!» Считается, что самое благоприятное время для совершения погружения в ледяную купель наступает после 12 часов ночи. Впрочем, купание в Иорданях остаётся для верующих исключительно добровольным делом. Дарья Шапова с племянником Владом окунуться на Крещение приходит не первый раз. Тут очень важен религиозный мотив, а также ощущения физические, что тело прямо как будто обновляется. Большой, очень мощный заряд. Это надо прочувствовать изнутри. А Влад, несмотря на юный возраст, к процедуре относится с большой ответственностью. Говорит, что после купания меньше болеет. Ну, сначала заходишь и колет в ногу, потом глубже заходишь, ту часть, которую омывают водой. Наверное, прямо иголочками всё тело схватывает. Ну, как будто иголками колет. Страшно было? В первый раз немножко, а сейчас уже нет. Между тем, врачи советуют купаться в ледяной купеле только после предварительной подготовки, которая начинается с закаливания. Уже 11 раз получается ощущение. Как вы вообще к этому пришли и для чего вы это делаете? Ну, священный праздник всё-таки, очищение. Ну, и состояние потом хорошее становится. Космическое, бомбическое, просто супер. Вы сегодня первый раз купались? Да, сегодня первый раз. Готовился к этому целый месяц, но был готов к тому, чтобы кунуться в ледяную воду, но холода вообще не почувствовал. А как вы готовились? Что вы делали? Я принимал ледяную ванну каждое утро. Просто ледяную ванну. На 2-3 минуты. Нет, это не сложно. Это всего лишь надо... потребуется 120 секунд или 180 секунд. И потом после этой ванны становишься бомбически просто энергичным. Их хватает энергии наезде. Виктор Николаевич, как ощущения? Шикарно. Среди купающихся и глава Заполярного района Виктор Ильин крещенские омовения практикуют более 10 лет. Где бы ни находился, старается обязательно прийти к Иордане. Скажите, как вы оцениваете, насколько удобно организовано в этом году и Иордань, балок, вот всё это? Вы знаете, мне есть чем сравнить. Я хочу сказать, что у нас организовано на довольно-таки очень высоком уровне. Есть тёплый балок, где можно переодеться. Есть удобный подход, безопасность. Для тех, кто недостаточно крепок духом, рядом с купелью традиционно оборудуют место для забора воды. Крещенская вода считается святой, исцеляющей душу и тело. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Стараемся, когда приезжаем купаться, но я сама лично не купаюсь, у меня муж и ребёнок, он купались. Стараемся набирать каждый раз, как приезжаем. А вот вы лично что с этой водой делаете? Как вы её храните? Не, ну она, да, хранится, стоит. Иногда, я говорю, иногда можно немножко и попить, а иногда можно лицо умыть, я не знаю. За состоянием Иордании проруби для забора крещенской воды на протяжении всего праздника следили рабочие чистого города. Они своевременно убирали с поверхности воды ледяную корку и снег. Так как снег идёт довольно быстро. В основном не льдом, а снегом получается. А вы будете один работать или несколько смен ещё у вас будет? Ну мы вдвоём, там мой напарник пока греется, так скажем, отдыхает. И всю ночь будете работать? Да, следите. А за безопасностью купающихся на Крещенской Иордании следили сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Хорошо, как бы без всяких причин всё спокойно. А вообще на вашей практике было такое, что кому-то плохо становилось? Нет, ни разу. Ни разу не было. Вообще все как бы, да, всё хорошо. Никому даже ничего, ни скорого не вызывали. Всё было замечательно. Иордань для купания и забора воды была открыта на Качгартинской курье до 18 часов 19 января. И всё же для христиан на крещение главное посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.